Всем привет! Друзья, я нахожусь в Афинах во время эпидемии коронавируса. Так получилось, что мы с подругой взяли билеты за два месяца и решили всё-таки лететь. Но когда мы уже прилетели сюда, объявили у нас в Украине и не только в Украине, в общем, во всей Европе закрывают границы и дали трое суток, чтобы мы вернулись домой. По билетам мы успеваем, нам не надо было менять, нас не депортируют, ничего. То есть мы улетаем как бы вовремя и попадаем тоже в Ороженко. Нас не посадят дома. Вот с этой красивой девочкой, ее зовут Оля. А если посадят, мы найдём чем заняться. Да, две недели. Ну, надеюсь, что нет. Как у нас будет проходить, тут дела. Оставайтесь с нами и смотрите. Доброе утро. Мы едем в аэропорт. Да. Не до матери. А не до моей дружбы. Две. Да. Две недоматери. Как рейсы не снимают. Да, кстати, мы думали, что рейсы вдруг снимут. Тогда, ну, понятное дело, что никуда не поедем. То есть будет перенос. Но рейс не сняли. И как бы у меня друзья в Афинах. Мы летим в Афинах. Да. Да, и сказали, что там всё тихо, спокойно, никакой паники. Ну, то есть, всё нормально. Пока. Ну, да. Но вот пока там нет паники, мы и нет. Оля заказала такси. Бизнес-класс. И я ей шучу и говорю, ну, я хоть отдохну. От чего? Нет, отдохну в лакшери. Думаю, от меня. Думаю, от меня. Мы в своём номере, чтобы вы понимали. Слушайте, мы когда выбирали, мы это видели, естественно. Но в жизни смотрится гораздо лучше. Вот эта вот... Это Олечка. Нельзя материться в твоём блоге, поэтому я промолчила. Ну, вы поняли, да, реакцию? Сейчас показываю вам номер. Он, как я уже сказала, маленький. Маленькая такая кухня. Вот. И... И спальня. И, в принципе, как бы... И всё. Я в своих новых штанах. Где вещи на Акрополь? Вид? А она же должен был быть. Да, у нас должен был быть вид на Акрополь. Душ. Всё такое... Мини-мини-мини, но очень со вкусом. Вот. И вот. Так, я замученная, ночью не спала. Два часа спала. Сейчас я безумно голодная, сейчас обед. И пойдём сейчас гулять, искать где-то покушать. Я мне выбирать. Спать с краем. Всё, ладно. Я с этого края, можно? Ко мне в сторону. Ура! Всё, я выбрала краешек. Так, а где вид на Акрополь? Какая терраса! Какая терраса! Мы жалеем, что мы не взяли купальники. Во-первых, очень тепло. Пока же 23 градуса, но на самом деле не 23, а гораздо теплее. Классно. Вот как бы где-то тут рядом Акрополь. Но он сам, он стоит сюда. Хотя мы на фотографиях видели, где это Акрополь. Но, наверное, это такая заманушка. На самом деле, ведь вот такой вот, он как бы не очень. Тут вообще хоть и забот. Но пофиг. Потому что тут круто. Тут реально круто. Оставайтесь с нами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы от своего отеля решили пойти пешком к морю. Это, наверное, 5 километров. И мы почти уже пришли. Где кофе? Пошли, ура! Мы нашли кофе. В общем, мы утром проснулись и решили позавтракать где-то. Но так как карантин, многие заведения закрыты. И мы в поисках еды и кофе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас скажут тебе, так и тебе и надо. Мастер-план. Да, мы в инстаграме начали писать, Аня, зачем ты уехала? Видите, карантин. И мы улетели и вообще объявили, что границы закрывают, но мы успеваем вернуться. То есть мы не меняли билеты, ничего. У нас просто тур выходного дня, и мы 15-го, получается, возвращаемся, а 16-го закрывают границы. Поэтому все ок. Но в инстаграме у меня все равно 50 на 50 или 60 на 40. Больше девчонок, которые говорят, молодцы, что поехали, 40% говорят о том, что зачем, если объявили карантин. А включилась, показываю вам парк. Прикольный такой. Отсвечивает. Но такой огромненький. Мне тут можно взять велосипеды на прокат. А я еще в таких штанах, как кожаных. Я же не думала, что будет так жарко, и они прилипают. Такое. На солнышке жарко. Хрэш. Вот взяли такие бутылки на всякий случай. Вдруг мы не найдем и код. И сейчас пойдем, где-нибудь присядем. Потому что так как карантин, дети нельзя, можно так покупать. Поэтому мы где-нибудь там на лавочке посадим. Ну, вот такой вот у нас завтрак. Как студенты. Как-то романтика. Романтика. На 10 лет моложе. Не на 10 лет. Не знаем, как будет дальше. Но мне все равно все нравится. Погода шикарная. Двчонки ходят. Честно говоря. Раздеты. Все люди раздеты, да. Причем, я вообще в кожаных штанах. Оля вчера была в кожаных штанах. Говорит, блин, а что-то копе липнет. Я молодец. Сделала то же самое на следующий день. Ну, так ладно. Девочки такие девочки. Субтитры сделал DimaTorzok 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 когда все закрыто та-да-да сейчас мы выйдем на нашу веранду и будем там завтракать и кофе есть кофе-машина есть печка оля вон приготовил завтрак на мне кофе мне сильно повезло вот и представляете можно ездить отдыхать заморачиваться в принципе что хочу еще сказать что первый день по прилету открыто заведение то есть есть возможность покушать и есть возможность пойти в музей но на следующий день то есть в пятницу еще все можно в субботу воскресенье уже ничего нельзя уже все заведения закрыты и все только на вынос паники нету но людей особо тоже нету в масках никто не ходит не могу сказать что люди шарахаются друг друга нет такого нету все очень доброжелательные и позитивные с азиатской внешностью все стараются обходить людей с азиатской внешностью все стараются обходить стороны мы делаем то же самое идет азиаты все так вроде бы им надо куда-то вы видите на людей вообще и кстати здесь шикарная погода плюс 25 27 мы сейчас верхней одежде но это же готовимся к украине такая погода в украине только наверно в мае в конце мая начале июня здесь люди местные ходят в верхней одежде или каких-то теплых кофтах вот сразу видно туристов потому что потому что они все раздеты полностью туристы в футболках шортах ну в майках вот поэтому мы как туристы наверно тоже разденемся но пока мы косим под местных и вот я только говорила по поводу масок единицы ходят матча думать по этому поводу да а в основном все без крайне редко кто-то да ну местные до местные есть из туристов пару раз видели китайцы до маска хорошо японцы фиг разоберешь они все на улице для меня не ну я правда не мать и риска заведения закрыты людей как я говорю мало а вот магазинчики туристические сувенирные открыты также аптеки и супермаркеты все это открыто можем пойти окно тем где вчера все было закрыто и зайти в какой-то магазинчик бгс точно кали мэра это здравствуйте охи это нет что о оля сразу обратила внимание такой сувенирчик привести домой охи это да нет охи охи это нет а не это да это то что я помню я когда-то начинала учить греческий язык просто ради интерес потому что английский мне не дается я подумала что мне никакой язык не дается оказывается мне не дается только английский вот то о чем я вам говорила обычно здесь толпы людей и не протолкнуться да 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 еще имейте ввиду что по воскресеньям все магазины закрыты аптеки и банки банки вообще работают до 2 до 3 будней а выходные так подавно поэтому если вдруг хотите шопинг не оставляйте это на воскресенье в магазин косметикой не только косметика но в основном и слегка дорвались я тут он уже на выбирала здесь есть принципе ну как бы разная разница нет но в основном это масс-маркет то есть люксу здесь нет но есть очень хорошая масс-маркете косметика поэтому целая два праймера дома покажу какие-то в другом блоге так что подписывайтесь и подписаны решила вам сразу заснять название самое интересное сегодня никакие магазины не работают кроме кафетериев и вот с косметикой можешь вот и машины обратно на свой аэропорт не и от центра то есть от нашего я думаю что у нас однозначно будет я хочу спрятать операцию и вообще хочу снять обстановку так что оставайтесь смотрите ну что мы в аэропорте и обстановка здесь ну в принципе нормально людей немного но как видите есть люди в масках и большинство без них ну что паспортный контроль мы прошли олю задержали на чуть-чуть она похожа я проверили на наркотики я когда возвращалась получается с молодым человеком спорте меня тоже проверили я говорю что похоже ну короче она просто запекала и они как бы сейчас сказали что когда мы надеялись в европе с артемом он да по два метра бородатый мужик и я почему-то все вот эти вот которые предлагают трапку они почему-то все ко мне кофе шоу кофе шоу может быть знаешь такая милая милая девочка служащий персонал на контроле все в перчатках латексных и в масках обычных не распираторы вот эти вот просто медицинский сейчас проходим его дети фри нам ничего не надо вода нужна да и кофе хотя многие рекомендовали в аэропорту ничего не есть не пить но я думаю что это уже как бы слишком ничего такого вот ну в принципе и посмотрим сейчас что будет в киеве как нас будет встречать и дай бог дай бог что все было окей потому что ну представьте если кто-то там с подозрением в самолете будет на коронавирус то это будет трындец весь самолет просто посадят на карантин и ты даже если здоров ты все равно до недели будешь сидеть дай бог что все было ок меня встречает любимый я хочу домой вот сейчас женщина рассказывает их депортирует если у них билет был как бы позже и сейчас надо возвращаться в украину она хотела к дочери лететь в германию в германии тоже закрыты страницы границы и получается что представьте ее билет обратно стоит 13 тысяч гривен то есть представьте настолько взлетели цены чтобы людей вернуть обратно как как так нельзя но если вы возвращаете домой своих сограждан так ну так по нормальным же ценам но не за тринадцать тысяч чтобы из афины вернуться блин в киев на мао за 13 тысяч триндец я просто в шоке ну что мы сели идут ну что мы сели идут Вот какая-то черная машина с мигалками. Что еще в Кремле? Как все это будет происходить? Я и больше все бывает. Ну что, мы прилетели, мы в аэропорту, но я снимала, как измеряли температуру. Я снимала вообще ажиотаж. Все снимала, но меня заставили это видео удалить. Подошли и сказали, сейчас экстренная ситуация, и никакие видео люди не должны снимать. Я говорю, в смысле? Короче, ребят, нас, как видите, выпустили, все окей. Единственное, что просто измерили температуру. В самолете, вроде, никого заболевших не было. Так что мы дома, все замечательно. Пишите свои комментарии, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. И до новых видео. Пока-пока.